Девушки отдыхают Встретились с болельщиками Юбилей легенды самарского футбола В честь 65-летия Виктора Развеева На Металлурге сыгран необычный матч Первым соперником Королев Советов В возобновившемся сезоне Российской премьер-лиги Стал действующий чемпион Московский локомотив Как сложилось это сложнейшее противостояние Расскажем далее Самарский футбольный клуб Королев Советов Сделал то, что ранее болельщикам казалось невозможным В московском матче возобновившегося чемпионата России Он сыграл в ничью с локомотивом 2-2 Эта игра стала самой результативной в туре Железнодорожники начали поединок Быстрыми атаками Передачами в 1-2 касания Но гости хоть и с трудом Но приспособились к прессингу И уже на 19-й минуте Именитый новичок Самарцев Самедов собрал вокруг себя пятерых противников Раскачал защитников И сделал пас Джано Тому оставалось просто покатить мяч В угол на точность Грузинский легионер попал в ворота 1-0 Ответный мяч локомотив забил уже в следующей атаке Быстрый розыгрыш в центре Подключение Игнатьева И идеальная подача на Антона Миранчука Который нанес отличный удар в касание 1-1 Во втором тайме подвел самарцев Уругвайский легионера Аугустин Рохель За несдержанность в течение минуты Схлопотал удаление Дрой в центре обороны Королев москвичи воспользовались на 65-й минуте Все тот же Антон Миранчук ударом головой Вывел свою команду вперед 2-1 Этот гол и тотальное доминирование Расслабили защитников локомотива На 69-й минуте они совсем забыли о Шейдаеве в середине Азербайджанец пробежал через пол поля И направил мяч мимо Гильерме 2-2 Через 4 минуты Безбородов уравнял состава Выдав вторую желтую карточку Денисова Хотя в том моменте сфалил Игнатьев Локомотив пытался вырвать победу И в равных составах, но на большее хозяев не хватило Счет на табло не изменился до финального свистка Уже в эту субботу Крылья сыграет первый в 2019 году Матч при своих болельщиках На Самаро-арену пожалует аутсайдер Таблицы Енисея из Красноярска Начало встречи в 15.00 Этот зимний перерыв стал одним из самых насыщенных На новости для футбольного клуба Крылья Советов Их состав пополнило сразу семеро новичков О первой встрече болельщиков и футболистов на Самарской земле Расскажем далее Словно тренируясь перед первой домашней игрой с Енисеем Болельщики Крыльев шумовой волной Приветствовали новичков команды Почти полтысячи любителей футбола столпились около сцены Где футболисты выполняли различные задания Знакомство было обоюдным Максим Карпов в своем инстаграме поделился фотографией на фоне всех фанатов Мохаммед Рабио признался, что надеется увидеть в Самаре самых ярких болельщиков А Артему Тимофееву пришлось написать сообщение Криштиану Роналду Братан, приезжай в Самару Роман Шишкин перед всеми фанатами ответил на блиц вопросы Оказалось, что игрок Краснодара болеет за Реал считает самым стильным Меодрага Божевича Учитывая, что сейчас новый стадион, чемпионату мира построили И мне довелось там сыграть Я уже в какой-то степени почувствовал эту атмосферу Сейчас буду чувствовать уже в качестве игрока Крыльцоветов Поэтому, конечно же, мне приятно Джано признался, что его любимый футболист один на все века И это Месси Видео-вопрос Александру Самедову задал экс-КВНщик и актер Дмитрий Колчин Он поинтересовался, как бы ветеран сборной России назвал свой ресторан, если бы он был в Самаре Оказалось, что самый статусный новичок Крыльев по городу даже прогуляться не успел Давайте, я сегодня только первый день приехал Я познакомлюсь с городом Дайте мне немного времени и обязательно назову вам, как бы я назвал ресторан Спасибо! Прибывшие на встречу с новичками болельщики смогли поучаствовать в розыгрыше призов от Крыльев Именные футболки получили особенные фанаты, люди с ограниченными возможностями здоровья, но не ограниченной любовью к родной команде В начале сезона это как раз-таки нам даст тут заряд энергии И плюс, я думаю, придет очень много народу Все увидели новичков команды, увидели нашу игру с локомотивом удачную, я думаю И придут на стадион болеть дальше, а нам это только помогает На презентации действовала акция Купи билет на ближайший матч Крыльев Советов Енисей и получи второй билет на эту игру бесплатно У нас папа как бы болеет с 2010 года и как бы приучил нас Вот мы приучаем детей, чтобы у меня ребенок как бы приукал, родился в Самаре, значит должен болеть Общий уровень оптимизма болельщиков настолько зашкаливал, что заставило отдельных представителей мечтать о выходе в Еврокубке уже в этом сезоне Все замечательно, приятно увидеть знакомые лица, которые были раньше в одной более известных командах Теперь у нас смотрел матч очень внимательно, со всеми действиями, особенно Александра Сергеевича Самедова Это еще один лидер у нас появился вместе, добавка Сергея Корнеленко Как бы они не угадили с горяча в Лигу Европы на следующий год Главный тренер Крыльев Меодрак Божевич со сцены зафиксировал единение игроков и болельщиков С нашей стороны мы сделаем все, чтобы у нас было хорошие игры и хорошие победы А ваша поддержка нам очень-очень важна и нужна Поэтому я вас приглашаю, приезжайте на эту игру с Енисейм, которая для нас одна из очень важных игр в этом сезоне Все будут важны, но самое важное, самое первое Закончилась встреча автограф-сессии, селфи с игроками смогли сделать все желающие Одна из легенд самарского футбола Виктор Развеев отмечает свое 65-летие В честь юбилея на стадионе «Металлург» собрались друзья и коллеги Как прошел необычный праздник, расскажем далее В Самаре новый футбольный сезон открыли матчем на «Металлурге» На искусственный газон вышли ветераны клуба, которые сыграли против сборной фанатов и журналистов Поединок стал частью торжеств по случаю юбилея знаковой в истории крыльев фигуры Футболиста и экс-президента клуба Виктора Развеева Он поделился ностальгическими чувствами Ощущение, ну вот хочется туда, но, к сожалению, уже я не могу выйти До этого были в клубы, было много чего Крылья Советов это отдельная жизнь У меня такое ощущение, что у меня не было других клубов На поле в команде ветеранов вышли те, кто еще недавно творил настоящее футбольное искусство Андрей Тихонов, Антон Бобер, Дмитрий Шуков, Нериус Бараса и Юрий Шишкин Понятно, что у объединенной сборной СМИ и болельщиков не было шансов Игра закончилась со счетом 8-0 в пользу ветеранов Зампред регионального правительства Александр Фетисов отметил, что подобные встречи должны стать традиционными Отдельно подчеркнул роль Виктора Развеева и в современной истории крыльев Для меня он, конечно, когда-то являлся только замечательным футболистом Командиром нашей куйбышевской команды, которую вел вперед А сегодня для меня большая честь, что я могу Виктор Борисович называть своим другом И, конечно, его слова, его советы очень много для меня сейчас значат И уже как для человека, который к крыльям тоже имеет непосредственное отношение И благодаря Виктору Борисовичу, смотрите, какая здесь замечательная атмосфера И даже я с какой-то, как и многие здесь присутствующие, ностальгической грустью Присутствую на нашем старом намоленном стадионе «Металлург» Главным же героем вечера, притягивающим внимание болельщиков, стал бывший главный тренер Крыльев Андрей Тихонов, прибывший специально на торжественный матч из Москвы Он заявил, что будет продолжать поддерживать Самарский клуб Я очень рад вернуться снова в Самару, потому что праздник «Металлург» пригласил Я сразу пригласился, потому что встречался с ветеранами, с болельщиками Ну и просто поездка в Самару для меня это хорошо Очень огромные изменения, во-первых, в клубе и вверху, и внутри команды Поэтому новая команда строится, посмотрим, как это будет Будем переживать, конечно, у меня остались там хорошие знакомые и ребята, с кем мы работали Поэтому будем переживать, главное для Самары, чтобы большой футбол был в Самаре Завершился юбилейный вечер Виктора Развеева ярким салютом в небе над «Металлургом» С вами был «Тотальный футбол», спасибо за то время, что провели с нами Заходите на наш сайт rkterra.ru и увидимся на футболе